Ас-саламу алейкум. Иблис говорит Аллаху в седьмой суре 16 аяте «И за то, что вёл ты в заблуждение меня, непременно засяду я против них на пути твоём прямом». И вопрос, как Бог мог ввести своё творение в заблуждение? Итак, здесь прежде всего необходимо уточнить, что это не совсем точный перевод, потому что заблуждения в этом слове нет. Хотя многие путают, агвайтани адлялтани, то есть многие путают, считают, что агвайтани и адлялтани — это одно и то же. Но это не одно и то же. Например, в суре Бакара Всевышний говорит «Кад табайяна рошту мина лагай». И вот это агвайтани — это как раз и слово гай, то есть это однокоренное. Слово с гай. Что такое гай? Гай — это противоположность слова рошт. Что такое рошт? Рошт — это развитие, это прогресс, а гай — это деградация. И здесь на самом деле Иблис говорит о том, что за то, что ты откинул меня назад, то есть здесь нету слова. Во-первых, начнем с этого. Нету слова «ввёл в заблуждение» — это не совсем то слово. Почему Шайтана Всевышний откинул назад, скинул его с того положения, на котором Шайтан находился? Из-за его высокомерия. То есть его собственный выбор, его собственное действие, его собственное высокомерие привело к тому, что Всевышний откинул его назад. Но при этом, конечно же, в аятах Священного Корана есть и заблуждение. Например, в 27 аяте 13 сура Всевышний говорит «Куль инн Аллах юдиллю мэн яша» «Скажи, Аллах вводит в заблуждение того, кого захочет». Или же в 125 аяте 6 сура говорит «Кого Аллах пожелает ввести в заблуждение, тому он сдавливает и сжимает грудь». Можем на примере 8 аят 35 сура объяснить, что имеется в виду под введением в заблуждение. Здесь говорится Он говорит «Разве тот, чьи дела приукрашены для него?» То есть он совершает отвратительные дела, но при этом ему кажется, что он делает что-то хорошее. Всевышний спрашивает об этом человеке и говорит «Этот человек разве равен тому, кто делает по-настоящему хорошие дела?» И далее Всевышний объясняет, почему его скверные дела являются приукрашенными для него. Почему его злодеяния представлены перед ним прекрасными? Почему он их считает благом? Всевышний говорит То есть его дела приукрашены для него, потому что Всевышний вводит в заблуждение, кого захочет, и наставляет на верный путь, кого захочет. То есть из этих двух последних аятов, 5 аят 6 суры и 8 аят 35 суры, мы можем понять, что имеется в виду под введением в заблуждение. То есть введение в заблуждение, согласно 125 аят 6 суры, это сжимание и сдавливание груди человека. Вот знаете, есть такое выражение «широкая душа», «большое сердце». Всевышний сдавливает его сердце, делает его душу маленькой, когда он всего боится, жадный становится, мир кажется ему тесным, скучным, впадает в стресс, не видит перспективы для себя, сжимается его грудь, сдавливает. Это и есть введение в заблуждение. Или, согласно 8 аят 35 суры, Всевышний делает так, что ему его скверные дела, его преступления, его злодеяния кажутся чем-то хорошим и прекрасным. Ну, конечно же, и необходимо заметить, что все это происходит не просто так. Как вообще это происходит? Как, кого Всевышний наставляет на верный путь? Кого Всевышний вводит в заблуждение? Да, еще также скажу, что вводит в заблуждение не имеется в виду, что лишает его свободы выбора. Нет. Человек всегда имеет свободу выбора. Он всегда может совершить что-то хорошее, изъявить волю, проявить волю и сделать что-то благое и хорошее, совершить благодеяние. Всегда у него эта возможность есть. Ему достаточно поменять намерение и возжелать этого, и непременно Всевышний откроет перед ним двери для того, чтобы он мог совершать благие деяния. Это во-первых. Поэтому, когда Всевышний говорит, вводит в заблуждение, нет, он меняет его представление, он меняет его видение, его мироощущение. Но при этом он все равно остается при своей свободе выбора и может изменить своими благими поступками, верными выборами и намерением он может изменить свою участь. Но теперь вернемся к тому, почему так происходит. Почему некоторых Всевышний вводит в заблуждение, некоторых наставляет на верный путь. Причиной тому деяния самих людей. Вот на примере дьявола, на примере шайтана мы это можем понять. Его высокомерие, его ослушание привели к этому, привели к тому, что он был отброшен назад. И мы в своей жизни на каждом шагу, каждый день, ежеминутно, ежесекундно сталкиваемся с выбором тех или иных деяний, тех или иных мыслей, тех или иных намерений. Мы сами все это выбираем. И от нашего выбора, выберем мы что-то хорошее или выберем что-то плохое, зависит наше дальнейшее видение. Я вот обычно уподавляю это фонарику. Представьте себе, что вы находитесь в темноте, у вас в руке находится фонарик. Если вы делаете шаг вперед, то есть этот шаг вперед на самом деле является благим поступком, то фонарик позволяет вам освещать еще больше пространства. Ваш шаг вперед позволил осветить еще больше пространства. Это работает примерно так. А если вы сделаете шаг назад, то что-то уйдет из вашего виду, из вашего обзора что-то уйдет. Вы перестанете это видеть. Или начнете видеть в искаженном виде. Вам что-то начнет казаться в темноте. И так далее. Поэтому то, что Всевышний сдавливает и сжимает сердца, то что он преподносит вещи так, что человеку кажется, что его злодеяния являются красивыми, прекрасными деяниями, это все следствие деяний, намерений, мыслей, суждений самого человека. Его высокомерие, его жадности и так далее и тому подобное. Точно так же, как и наставление. Наставление тоже следствие выбора человека. Если он последовал в одном примере к чему-то хорошему, то Всевышний открывает перед ним новые горизонты. Он начинает видеть эти горизонты. И как следствие обретает возможность исследовать все новое и новое, идти все дальше и дальше, развиваться, подниматься. Продолжение следует...